с вами николай пивненко в проекте дата сегодня 16 апреля и сегодня отмечается всемирный день голоса он посвящен не вокальным способностям человека как кажется на первый взгляд а голосу как феномену и его роли в жизни каждого из нас ведь голос это дар позволяющий людям общаться делиться эмоциями чувствами в этот день проводятся мероприятия с участием врачей которые занимаются профилактикой и лечением заболеваний голосового аппарата у родившихся в 1786 году появился на свет павел шиллинг востоковед и электротехник он изобрел мину с электрозапалом и клавишный телефонный аппарат во время экспедиции восточную сибирь смог собрать ценную коллекцию тибетско-монгольских книг в 1800 1867 году родился уилбер райт американский авиаконструктор и летчик пионер авиации один из двух братьев райт это два американца за которыми в большинстве стран мира признается приоритет конструирования и постройки первого в мире самолета который был способен к полету а также совершивших первый управляемый полет на аппарате тяжелее воздуха с двигателем в 1889 году родился чарли чаплин киноактер и кинорежиссер рост актера был всего 165 сантиметров а вес 60 килограммов у чаплина были голубые глаза и темные кучерявые волосы но актер стремительно посидел уже 35 годам ну а став миллионером чаплин долго продолжал жить в третьесортном гостиничном номере он также хранил студийные чеки в старом чемодане на протяжении долгих месяцев евгений самойлов советский актер родился в 1912 году снимался много в кино известен по фильмам светлый путь сердца четырех чертс в 6 часов вечера после войны они сражались за родину 1921 году родился питер устинов английский писатель драматург актер режиссер и продюсер а в 1927 году бенедикт 16 265 папа римский который был папой с 2005 по 2013 год несмотря на раннее начало церковной карьеры йозеф ратцингер войдет в историю как самый возрастной папа в истории он возглавил ватикан в возрасте 78 лет уйдя с поста папы он сохранил белые одежды как у понтифика и отказался лишь от символа власти кольца рыбака который уничтожается после смерти или отречения папы для нового понтифика создается новое кольцо также сегодня день рождения сергей никоненко родившегося в 1941 году а в 1969 году родился александр семчев актер кинорежиссер продюсер заслуженный артист россии и актер и телеведущий иван ургант он появился на свет в 1978 году ну а теперь о некоторых событиях этого дня 1705 год английская королева анна произвела исаака ньютона в рыцаре человека который собрал в себе много ипостасей великий ученый математик физик и астроном именно ньютон или ньютон выяснил какая сила держит на небе луну и заставляет все падать вниз он также выяснил из чего состоит радуга а еще придумал как посчитать бесконечно малые величины и широко использовал эти знания в 1722 году петр первый повелел открыть школы обучения мореходному делу только для русских подданных в 1797 году проходит коронация императора павла первого москве своим первым указом павел отменит установленный петром первым порядок престола наследия по завещанию и ведет наследование по праву первородства по мужской линии 1863 год осужденный за революционную пропаганду николай чернышевский закончил знаковый для многих революционеров роман что делать вот цитата ты публика добра очень добра потому ты не разборчива недогадлива на тебя нельзя положиться что ты с первых страниц можешь различить будет ли содержание повести стоит того чтобы прочесть ее ну и как утверждают историки будет 1917 год прибытие ленина из-за миграции на финляндский вокзал петрограда на вокзале проходит знаменитое выступление с броневика позднее увековеченное в одном из первых памятников владимиру ленину 1963 год старт космического корабля восток 5 он пилотируется первой в мире женщины космонавтом валентиной терешковый в 1971 свой первый концерт дает группа electric light orchestra британская рок-группа которая пользовалась популярностью в 70-х и 80-х годах 20 века считается одной из самых коммерчески успешных рок-групп была основана в бирмингеме 16 апреля день рождения звания героя советского союза именно в этот день в 1934 году постановлением цик ссср учреждена высшая степень отличия за заслуги перед государством которые связаны совершением геройского подвига в том же году первыми героями стали семь летчиков лепедевский ливаневский молоков каманин слепнев водопьянов и доронин они эвакуировали из ледового лагеря на материк терпевших бедствие участников экспедиции и членов экипажа парохода челюскин всего же за годы существования ссср звание героя советского союза получили свыше 12 с половиной тысяч человек большей части из них награда была присуждена в период великой отечественной войны герои они всегда герои с вами николай пивненко в проекте дата